Ку-ку! Проснулась этим утром и из вчерашних заметок записала для тебя подкаст. Прекрасного дня! Послушаешь? Безусловно, нет ни единой проблемы, никакой загвоздки в том, чтобы покупать на сегодняшний день любые материалы, любое оборудование, которое вам только заблагорассудится, любых цветов, любых фасонов, все, что вам угодно, есть сейчас на рынке. В свободном доступе покупай не хочу. И, как известно, правильная организация рабочего места – это залог легкой, беспрепятственной, быстрой работы, а главное – это сохранение вашего здоровья. О вкусах мы сегодня говорить не будем, каждый для себя выберет то, что ему необходимо, каждый выберет то, как ему больше нравится, на свой вкус и на свой кошелек. Но все-таки главные вещи, без которых нам не обойтись, которые точно необходимы, они должны быть. Какие они? Я сегодня об этом расскажу. Мастер для комфортной работы должен быть обеспечен всем необходимым. Первое, конечно, это кушетка, кресло, реглайнер, что угодно. Значит, какая она будет – решите сами. Однако кушетки старого образца, вот эти плоские, дубовые, они уже, к сожалению, не современные, они давно устарели, лучше их заменить. Я понимаю, что они удобные, потому что они складные, например. Но, опять же, если обустраивать свою студию по наращению ресниц или там свой кабинет, то, в принципе, передвижение какого-то вам не требуется, вы не должны ее перевозить с места на место. Этот вариант больше подходит все-таки массажистам. Мастера по наращению ресниц уже вышли на другой уровень. Огромное количество анатомических кушеток, мягких, красивых, удобных, потому что плоскую кушетку даже подушки и вот эти все валики не спасают. Кстати говоря, в стоимости не такая уж и большая разница. Сколько кушетка стоит? Ну, тысяч пять, наверное, да, такая более-менее хорошая. А хорошая кушетка анатомическая – ну, десять. Может, дешевле найдете. То есть разница примерно небольшая в половину. В половину реально небольшая разница. Просто комфорт и уровень совсем другой. Если, конечно, вы располагаете средствами очень модные кресла-реклайнеры. Они, правда, классные, но снова вопрос о том, удобно это для клиента и для вас, очень спорный. Большое количество клиентов отвечает на этот вопрос и отвечают совершенно по-разному. Есть рьяные ненавистники реклайнеров, хотя реклайнер, он же крутой, он же классный, это же облако, в которое ты ложишься и просто улетаешь в сон. Нет, есть люди, которые его ненавидят. Недоброжелательные отношения вызывают и анатомические кушетки. Что это за изогнутая фиговина? Как на нее все ложится? И она совершенно неудобная. Я не хочу в такой лежать. Плоская кушетка – это тоже какой-то устаревший вариант. В общем, выбирайте на свой вкус, на свой стиль, под стиль своего кабинета любое кресло, которое вам хочется. Кстати, вопрос топ номер один учеников и в любых пабликах – это как выбрать клей, почему мой клей не работает. А второй, что удобнее – реклайнер или анатомическая кушетка. Естественно, ответов там миллиарды, но ни один из них неверный или верный наоборот все, я не знаю. Стул с регулировкой высоты и колесиками должен быть, без подлокотников соответственно. Это вам позволяет с легкостью перемещаться в любую точку помещения. Вы можете даже не вставать с этого стула, просто кататься на нем по своей работе зоны и не менять положение своего тела. Подлокотники не нужны, они мешают вставать и садиться. Спинка должна быть, чтобы иметь возможность облокотиться или наоборот, держать спину ровно, подвинувшись прямо вот в притык к спинке. Регулировка высоты также обязательно. Не нужно сидеть на неудобной табуретке, которая в статичном положении не позволяет вам подняться выше или опуститься ниже. Какой формы будет этот стул, с каким сидением, с мягким или твердым, или вы постелите подушку, решайте сами. По поводу ламп, огромное количество советов. Лампа луна, лампа гламкор, лампа такая, лампа секая, лампа круглая, лампа овальная, лампа настольная, подстольная, короче, миллиард. Моя идея в чем? Это главное, чем я руководствуюсь, освещения в помещении должно быть много. Главное здесь не то, какая лампа у вас будет непосредственно в зоне рабочей, а то, каким образом будет выстроено освещение по всей комнате. Освещение должно быть много, везде. Оно освещает и все рабочие поверхности, и лицо, а лампа это всего лишь дополнительный инструмент. Не должно быть такого, что вы сидите, и лампа просто ярким одним каким-то светом светит в глаза клиентам и вам. У клиентов часто появились фобии, кстати говоря, от ламп, когда им ярк свет в глаза. Я еще, кстати, не разобралась с этим вопросом. Это очень интересно. И это действительно правда. Ярко направленный луч света вам в глаза, даже в закрытые глаза, он действительно вызывает дискомфорт. Поэтому правильная установка освещения во всем кабинете и плюс, как дополнение лампы с правильным выстроенным светом вам поможет. Я рекомендую использовать лампы, которые стоят на полу, не те, которые прикручиваются специальными какими-то кронштейнерами, контейнерами. А это все, на мой вкус, какое бы не было прочное устройство, это все ненадежно. У меня есть личный негативный опыт, когда лампа просто падала, падала, падала постоянно, как ее только не прикрути. А на полу стоит себе и стоит. Так надежнее. Тележки, столики, этажерки, любые столики, которые катаются по комнате вместе с вами, вместе с вашим стулом, вместе с вашей кушеткой. Вы располагаете на этом столике все необходимые материалы, инструменты, которые вы используете во время работы. Это бокс с планшетами, пинцетами, ресницами, клей, микробраши. То есть все то, что вам необходимо, простыни, шапочки, материалы, палетки с ресницами, средства обработки и все это такое вы храните отдельно, в отдельном шкафу. Тележка рядом с вами, а шкаф в непосредственной близости, но не обязательно он должен стоять рядом с вами. До шкафа мы можем дойти при необходимости, а тележка должна сопровождать вас постоянно и быть рядом с вами. При необходимости обязательно нужно использовать очистители, увлажнители воздуха, кондиционеры. Если ваше помещение не предусматривает системы вентиляции, кондиционирования и тем более не предусматривает окна, то, к сожалению, вам лучше вообще съехать с этого кабинета и найти другое помещение. Однако, если для вас не составляет труда внести свои коррективы, договориться с арендодателем, или вы вообще купили помещение, устанавливайте там все необходимые устройства. Очистители, увлажнители, кондиционеры у вас должен быть свежий чистый воздух, но с окном обязательно. Разного рода мелочи, такие как подушки, пледики, ложка для того, чтобы надеть обувь, зарядное устройство. Это должно быть на ваше усмотрение. Но, конечно, это все равно маленькие мелочи, такие как липкий ролик, например. Вот он может понадобиться внезапно. Понятно, что им пользоваться будет очень редко, но когда он есть, это гораздо лучше, чем его нет. В зависимости от того, какое у вас помещение, зона ожидания может находиться либо в вашем кабинете, либо в коридоре, например, и тогда вам вообще не нужно будет ее обустраивать. То, что я перечислила, это главные вещи, без которых мастеру не обойтись. Они нужны обязательно, они важны. Это необходимый минимум. А когда вы занимаетесь обстановкой своего кабинета, расположением предметов, медленно, какие-то декоративные подсветки, цвета, растения, музыка, здесь вы отталкиваетесь от своих финансовых возможностей и опираетесь, конечно, на свой личный вкус. Все эти детали, безусловно, помогают клиенту чувствовать себя более комфортно, в этой обстановке уютно, и вам самому классно приходить в такое помещение. Однако, то, что необходимо, это минимум. Остальное покупайте по своему вкусу, по своему желанию. У меня есть файл, который будет прикреплен сюда. И там все то, что я сказала, в текстовом формате, вместе с выбором помещения, на что стоит обратить внимание. Он так и называется, выбор помещения и организацию рабочего места. С удовольствием скачивайте, смотрите и пользуйтесь. До следующей встречи. Прекрасного дня.